ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы опять находимся в фитнес-центре Адреналин. Меня зовут Анна Стерлигова, я являюсь инструктором групповых программ. Сегодня мы с вами поработаем над ножками, над ягодицами. В основном над ягодицами – это наша проблемная зона, любимые упражнения. Мужчины их, к сожалению, не любят, хотя над ягодицами работать надо и мужчинам. Нам для этого понадобится оборудование. Сегодня мы будем работать со степ-платформой. Будем делать выпады назад, уделим время технике. Начинаем с подъема. Обе ножки у нас на степе, у нас не свисают ни пятки, ни носки. Ручки у нас в любом удобном положении. Мы можем оставить их здесь, мы можем оставить их здесь, мы можем держать их перед собой. Основное внимание у нас уходит на ноги. Мы делаем выпад назад, колено стремится в пол, оставляя прямую линию корпуса нога. Колено наше стараемся не выводить далеко за носок, уделяя внимание углу 90 градусов. Можем корпус чуть-чуть наклонить от топырих ягодицы. Почувствовать максимальное натяжение и напряжение в рабочей ноге. Вернуться наверх. Вниз. Вверх. Внизу мы делаем вдох, вверху мы делаем выдох. Повторяем пять подходов по восемь раз. То есть на каждую ногу мы делаем восемь раз. Уходим в платформы и продолжаем дальше. Продолжаем работать с нашей степ-платформой. У нас ягодичный мостик с упором ножками. На степ тазом подъезжаем поближе. Ложимся. Лопаточки упор. Поднимаем ягодицы, зажимаем в верхней точке. Носочки чуть разведены в стороны. Внизу вдох, вверху выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Если нам недостаточно ощущения жжения в ягодицах, мы зажимаем ягодицы в верхней точке и сводим колени. Аналогичный выдох на усиление. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. На этом нам можно закончить. Повторяем данное упражнение тоже 5 по 8. Соответственно, 5 подходов по 8 раз. Продолжаем нашу работу над ягодицами. Работаем мы из положения ладони-колени. Проверяем наши прямые углы. Колени под суставами, тазобедренными ладони под плечами. Выводим колено к груди, не округляя при этом спину. Спина у нас фиксируется. Вытягиваем ножку параллельно полу. Поднимаем пяточку вверх. Также мы не прогибаем поясницу. Мы стараемся работать с ягодицей. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Соответственно, меняем и также прорабатываем нашу вторую ножку. Дышать мы также не забываем. Не задерживаем дыхание. Не помогаем руками. Не помогаем себе корпусом. Не уводим плечи назад. Не уводим ничего в сторону. Мы стоим ровненько. Продолжаем. Отводим ножку в сторону. Если нам тяжело работать прямой ногой, мы можем ее согнуть. То есть, выводя колено параллельно полу, ягодица у нас продолжает также работать. Стараемся аналогично не забывать про спинку. Спинка у нас ровненькая. Делаем пять подходов по восемь раз на каждую ножку. Можно делать перерыв, если он необходим. Во время выполнения данного комплекса нам важно следить за дыханием. Если мы чувствуем, что дыхание сбивается, нам тяжело дышать, возможно, вы выполняете упражнение слишком быстро. Нужно немножко замедлить темп. Также мы стараемся не забывать про наши тренировки. Они должны быть систематическими. Занятие два раза в неделю, в принципе, по одному часу достаточно для поддержания хорошего тонуса в мышцах и неплохой формы. Если вы хотите быстрых, либо более серьезных результатов, конечно, на тренировке нужно увеличивать количество часов в неделю. Каждый день заниматься, в принципе, не очень хорошо, потому что наш организм должен обязательно отдыхать, наши мышцы должны отдыхать, наша нервная система должна отдыхать. Поэтому, занимаясь каждый день, вы, в принципе, рискуете просто загнать себя и не получать никаких результатов. Уставать, расстраиваться, злиться, но не видеть ни того результата, который бы вам хотелось видеть. Поэтому, в принципе, отдых и здоровый сон, на самом деле, самые важные вещи при похудении и при работе со своим организмом. На этом мы закончим. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, отличного самочувствия и замечательного настроения. Мы были в фитнес-центре Адреналин. Время быть в форме.